всем привет в эфире видеоблог как нам там точка ру сегодня у нас очередной спецвыпуск гостях у нас женя сегодня мы поговорим про такое явление которое называется travel living это жизнь путешествие женя нас три с половиной года уже живет живет где-то в разных местах за пределами да путешествует есть блог насколько я знаю да группа вконтакте посвящена этим путешествиям ссылочку мы дадим внизу расскажи что такое вообще travel living откуда это появилось само понятие что оно вообще значит само понятие да скорее всего это буквально означает жизнь в путешествии то есть путешествие как образ жизни то есть не по две недельки куда-то выбираться не по месяцу и даже не по несколько месяцев то есть люди которые выбирают этот образ жизни они именно живут в путешествии то есть они не они не привязываются к материальным каким-то ценностям во-первых да нет нет завязки да на материальном таком как в обывательском понятии вот но они еще не изучают страну с точки зрения достопримечательностей они в ней внутри живут то есть перемещаясь по странам они ведут тот же самый свой образ жизни который в принципе могли бы вести в россии но меняют страны не у них не такого понятия как там три дня два дня в одном городе они зависают на каком-то определенном месте и постигают его глубоко как местные жители да да но само понятие придумала не я само понятие насколько я знаю придумали маша дубровская джей которые уже вот шесть лет вместе путешествовали вот они конечно классные мне очень нравится про них документальный фильм у них есть сайт по-моему травеливинг . эти люди не просто путешествуют как я думаю они именно живут не так как мы привыкли жить от звонка до звонка с 9 до 6 работа вечер вечер пятницы они при этом работают там да да некоторые работают некоторые у каждого своя история то есть каждый по-разному решать все эти вещи а как ты к этому сама пришла как у тебя получилось ну вот сначала я полтора года до жила в деле а потом вернулась в россию и поняла конечно что вот та свобода которую я познала постигла и внутренняя свободы и внешняя свободы меня конечно после нее невозможно затащить в офис это просто нереально то есть это опять сужать сознание опять сужать как бы себя и я снова отправилась в индию из индии опять у меня началось вот это вот именно травеливинг жизнь в путешествии передвижение по разным странам в каких странах ты жила индия шри-ланка таиланд вьетнам индонезия непал и одним днем в малайзии было слушай мне кажется в данный момент многие люди которые смотрят наши видео они сразу таки откуда деньги взяла вот мы тут блин год работали чтобы на 10 дней до тут люди живут путешествие это сколько денег на на самом деле те кто смотрел фильм документальный про вот мария джей они там объясняют сколько денег нужно и как они зарабатывают и что это действительно не сложно немного а вот в твоем случае как ты решил денежный ну у меня у меня как сказать простой вариант то есть я могу особо не париться то есть у меня есть недвижимость который я сдаю вот это очень сильно облегчает вообще все но тем не менее люди у которых есть квартиры в москве там любом другом городе они это не означает что они готовы отправиться и и и жить такой жизнью вот поэтому это еще вопрос страх страхов и внутренних каких-то заморочек а плюс у меня еще интернет-магазин и это такая неплохая неплохой задел ну и конечно некоторые планы по поводу создания собственного блога и возможно какой-то консалтинг но это это больше в области путешествий то есть ну я накопила опыт который который могу поделиться а сейчас вот этим летом мы с моей попутчицей устраивали встречи но правда пока что бесплатные цикл встреч для фанатов для для тех кто хочет но не знает как цикл встреч назывался подготовка к самостоятельному путешествуя по юго-восточной азии и включал четыре встречи на первой встрече мы рассматривали страхи и блоки блоки которые мешают людям отправиться в азию на второй встрече мы поговорили о маршрутах какие есть возможности какие есть варианты и визы способы передвижения по азии на третьей встрече мы поговорили про попутчиков потому что это очень очень важный вопрос с кем ты едешь плюс что брать с собой снаряжение а на четвертой вот как раз встречи поговорили о материальном то есть откуда взять деньги в путешествие и на самом деле есть очень 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 много вариантов заработка это я могу просто вкратце рассказать если кто-то кто-то реально потому что это ключевой момент и мне кажется что если человек не видит возможности то для него все остальное будет просто главное быть открытым да главное захотеть если к тебе уже это видео попало значит это уже такой толчок пинок для того чтобы задуматься реально сможешь ли ты жить этой жизнью это например овладевание такими универсальными профессиями как повар бармен парикмахер везде да который применимо везде тот же самый фриланс очень много фриланс сейчас это не просто фотографии и творчество и творческие профессии например на фриланс точка ру есть даже инженеры те же самые интернет магазины те же самые блоги очень много путешественников профессиональных они уже в отличие от нас создали классные блоги и вот одна девочка мила деменкова мне очень нравится ее бог она вообще создает свои индивидуальные маршруты то есть разрабатывает конкретно под человека что ему нужно насколько и и берет за это денежку плюс занимается сама копирайтингом более того я могу сказать по своему опыту практически любое хобби если вам действительно нравится чем-то заниматься любой хобби можно превращать деньги если это вопрос именно системного подхода когда человек озадачивается есть задача до найти деньги на это делая вот примерно тоже что и нравится и это задача она чаще всего находит даже несколько решений даже буквально мы вчера сидели вечером в кафешке со славой с нашим приятелем он рассказал ну фишку который мы не знали что оказывается он фрилансе на теме на диктовке текстов то есть у него хороший голос он когда-то работал на радио у него есть оборудование стоимость оборудованием тысяч 40 как он мне объяснил да то есть вот купив один единожды оборудование на 40 тысяч можно зарабатывать там 20-25 тысяч подрабатывая вечерами просто записывайте присылают текст ты включаешь запись насчитал текстов правил там 300 400 рублей 300 400 рублей заработал он горит меня заказывается всего мира тоже по такому же принципу как и там дизайнеры рисуют копирайтеры пишут кто-то там еще что-то делает вот еще один пример конечно но это оборудование наверняка занимает какое-то место но я даже уверен что это может собой возить микрофон там пультик там еще что-то это можно в любой точке делать плюс куча работы на месте есть куча возможностей то есть в индии это шутинги то есть белые люди очень востребованы особенно если к модели модели для кино для каких-то промо например нам предлагали сигареты распространять в каких-то клубах либо ты просто там белая девочка и ты просто приходишь в клуб ты просто там тусишь ничего даже не 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 эскорт а именно просто раскрутить клуб для того чтобы типа там пусть от белой девочки и какую-то денежку тебя единовременно выплачивает плюс действительно много возможностей уже локально на месте ты уже понимаешь то есть если опять же ты ищешь ты открыт через русских каких-то людей через местных людей все это можно найти ну да то есть как вариант даже если у человека нет удаленной работы важно просто собрать какой-то резервный стабильный фонд денежный поехать и в смысле что ты за три-четыре месяца до разберешься что к чему и найдешь там какой-то дохода я думаю информация на самом деле много просто люди может лениться ее посмотреть найти но иногда мне так кажется наверно то что даже мы сейчас говорим это так просто кажется просто люди которые спрашивают не понятно когда ты утром встаешь там в пол седьмого идешь на работу сидишь на работе приходит такой то он наверно не остается никакой свободной энергии на эту но эту энергию надо ходить если хочешь самая главная мне кажется даже не находить энергию не находите время а реально поверить в то что ты сможешь там жить вот это самое главное вот этот вот блок снять его и просто начать делать еще но на самом деле это не все так конечно то есть это не не авантюра не надо смотреть на это как на авантюру просто пуститься там с билетом в один конец хотя многие так делают и выживают но на самом деле можно хорошую базу собрать допустим по фрилансу то есть полгода здесь поработать сделать себе базу подготовить себя и морально и финансово и все уже и уже с хорошей базы куда-то отправляться почему не расскажи а вот детально перечислила список стран как это происходило какие у тебя открытия какие то может быть интересные истории ну мой наверное travel living начался все таки в го а оттуда из этого волшебного пространства где все очень свободно очень очень все быстро происходит все это волшебство просто в воздухе летает я отправилась ну можно сказать по индии немножко покружила там свои истории некоторые происходили на севере например вот мы были в манале там рядом музей рериха в нагаре и там конечно очень сильное место это в горах да он жил там со своей семьей вот они очень дружили с этими политиками индийскими не только политиками то есть пилософами ну не важно и дальше был непал в непале была випассан это десятидневная медитация молчания когда ты с утра до ночи только и делаешь ты медитируешь три перерыва небольших на покушать и по часу вообще в просто прийти в себя с какой-то группы там были да да это это с группы ты даешь обет молчания тебе даже нельзя глаза друг другу смотреть с людьми с которыми ты это делаешь все проходишь вот на место было прекрасное персонал был замечательный если кто-то соберется заинтересуется медитация называется випассана мы проходили ее в пакхаре это в непале второй по величине город на красивом озере бигнас лейк везде горы и все очень а как это то есть это идет как то есть люди платят за это или это за пожертвования до после того как все закончился курс десятидневный ты сам оцениваешь как помогло тебе не помогло вскрыло не вскрыло что ты понял или не понял и ты уже соответственно даешь пожертвованиями на столько во первых сколько ты можешь финансово а себе позволить и ну по результату я думаю это это честно и справедливо вот плюс ты можешь в любое время потом уже единовременно внести в помощь то есть эта помощь тем людям которые будут проходить випассану плюс там можно на следующий курс пойти служителем служитель это тот человек который готовить еду который будет звонит в гонг который просто консультирует по каким-то бытовым вопросам вот это консультирует человек который не может говорить нет они могут говорить служители могут говорить но ты если естественно если ты не понимаешь где там твой шампунь или что-то естественно ты можешь об этом общаться то есть на каких-то бытовых вещах ты можешь, а по технике медитации только с учителем. То есть там был непальский учитель, вот, и к нему можно обратиться. Но это был достаточно сильный опыт и физический, и духовный для меня, самый сильный опыт в моей жизни. Очень много всего там вскрылось и понялось. Ну и, конечно, с точки зрения путешествий, с точки зрения вовлечения в разные всякие неприятные ситуации, когда ты устаешь, когда ты конфликтуешь с кем-то, вольно или невольно, ты уже начинаешь более спокойно реагировать на все то, что с тобой происходит в дороге. Вот, поэтому советую. Слушай, а вот в музее Рериха, мне кажется, просто недорассказала, что там происходило с тобой? Со мной... Ну и вообще, ты же не просто так этот момент обозначила? Да, да. После музея, когда мы вышли, то есть моя попутчица Наташа там просто пробила на слезы, то есть она достаточно такой ну не то, чтобы приземленный человек, но достаточно сильный и ну, в общем-то, да, более земной, чем я. Практичный. Практичный, да. Ее прямо там на слезы просто пробило, потому что ну там настолько энергетика невероятнейшая. И мы идем с ней потом после музея по дороге, и она говорит, а ты хочешь кушать? Я говорю, да, давай, можно, наверное, перекусить что-то. Она говорит, ну, тогда нам сюда, вот прямо сюда, она говорит. Вот именно в этот ресторан, там есть на крыше ресторан. Я говорю, да, ну ладно, окей, пойдем. И там мы встречаем женщину, я уже, честно говоря, не помню, как ее зовут, к сожалению, и она настолько нас просто еще раз погрузила в эту какую-то атмосферу медитации, у меня по всей коже бежали мурашки, потому что она такие вещи говорила про семью Рерихов, вообще про все вот это вот духовное наследие их и про наше взаимодействие России и Индии. И я просто реально чувствовала, как у меня волосы шевелятся вот в районе этой первой чакры. И она, конечно, очень особенный человек в жизни. И то есть, ну, русская женщина, ей, по-моему, около 60 лет, и она уже не первый год приезжает в Индию, именно живет в Ашраме и приезжает в поместье Рерихов. И, конечно, она нас там просто в такой космос вынесла. И эта встреча не случайна. И вот такие не случайные встречи, они в Индии очень частые бывают. И они очень знаковые, потому что такое ощущение, что ты встречал этого человека раньше. Или этот человек тебе был для того, чтобы ты узнал какую-то определенную информацию. Так, ну, это мой бозотерик, сейчас уйдем. Дальше что было? Дальше после Непала была Малайзия одним днем, и дальше была Индонезия. Это вообще совершенно чудесное место. То есть, когда мы прилетели, мы сразу поехали в Убуд. Убуд — это город ремесленников, музыкантов, тех людей, которые производят ткани, шьют одежду. Там очень красиво. То есть, там настолько эстетично все. Там все эти тарелочки, все эти вот какие-то салфеточки, когда приходишь в ресторан, все эти, не знаю, бамбуковые вот эти вот ростки, которые в вазочках стоят. И улыбающиеся люди, они так одеты, все аккуратненько. Ну, просто какой-то рай. Я просто сидела, и я думала, боже, как меня пустили в этот рай. Я же такая несовершенная. Я стою с этими счастливыми людьми, я с ними общаюсь, я с ними живу под одной крышей, и так не бывает. То есть, в Индонезии, я, конечно, узнала, что такое реально счастливые люди. То есть, вот мы говорили об индийцах, то, что они счастливы, а индонезийцы, они, у них тоже свое какое-то очень счастье такое. Оно не так прет наружу, как у индийцев, но оно очень такое спокойное, и там действительно рай. И мы из Бали поехали, проехали весь Бали на мотоцикле, не на мотоцикле, на скутле, и перебрались на такие острова, которые называются Гили, там три острова, и это вообще полностью рай. То есть, такого не бывает, какой-то вообще баунти. И там я поняла, что, ну все, меня кроет мозг, но такого не бывает. То есть, ты стоишь, ты сидишь, ты все на это смотришь, но ты себя не ассоциируешь со всем этим. Такого с тобой просто не может происходить. То есть, вот это наша трэш-реальность, которая все время нас готовит защищаться там. Да, бой, да. Бой, да. Вот локтями работать, идти наверх, переступать по головам, а ты там сидишь с этими счастливыми людьми вот так вот. Никто никуда не спешит, все улыбаются друг к другу, все, ну что, ну через 40 минут будет готова рыба. Ну ладно, что, посидим, подождем. Вообще не вопрос. Индонезия потрясающая страна, настолько красивая, настолько красивая там природа одухотворенная, водопады, вулканы, там есть что посмотреть, есть там что почувствовать, но самое главное для меня везде, конечно, люди, как они общаются друг с другом, и это потрясающе следить за индонезийцами. После Индонезии был Вьетнам, мы также там немножко покатались на байке, с юга, с Харшимина мы проехали через всю страну до Ханое. А как, подожди, а как вы с транспортом решали, то есть он брался в аренду или как? Мы на месте в Хояне снимали байк и на месте кружили, а во Вьетнаме именно мы передвигались на, сначала на поезде, а потом на, вот, слипербасах, на опенбасах, вот этих. Ну, во Вьетнаме мы были всего лишь две недели, то есть я не смогла прям прочувствовать, кто такие вьетнамцы, что такое Вьетнам. В целом картинка еще не сложилась, но мне, могу сказать, понравилась очень страна. А до этого, вот до Индии была еще Шри-Ланка, мы тоже полстраны на байке проехали, вот это, я ее называю прекрасное зеленое, потому что она действительно очень зеленая страна, такая чистенькая. И этот океан, который просто настолько дружелюбный, он настолько сильный, но при этом он так я нигде не видел такого океана, как там. Я, правда, не так много океанов видел, я там просто, я стоял вот так на него смотрел, я вот, помнишь, я говорю, какой он обалденный, то есть там прям вот эта волна за волной, они так издалека, причем там идут, он какой-то прям, не знаю, что-то с чем-то. Да, то есть он такой папа прям, такой заботливый, но когда уже совсем ребенок заиграется, он выкидывает на берег, так, выходи, выходи, выходи. Ну, это потрясающе, то есть мы там превратились в каких-то детей, вот с моей попутчицей Наташей, мы там целыми могли часами купаться в этом океане, просто ползать, как черепашки, крутиться в волнах, то есть мы смотрели на себя в зеркало потом в гейсхаусе, мы такие, сколько тебе лет, 15 или 16, такие вот просто, такие дети, вот реально. И плюс мы там разрисовали гейсхаус у бабушек, у которых мы жили, две лангельских бабушки, сестры, и вот к вопросу о занятиях, путешествиях мы рисовали там с утра до ночи, разрисовали мы весь гейсхаус. Я не видела фотки, вообще круто. Да. И там, там что-то вскрывается, то есть ты, мы никогда обе не рисовали, мы никогда, у нас не было никаких талантов. Правда? Я обычно на картинке смотрела, я была уверена, что вы умеете это делать. Нет, мы вообще не умеем это делать. Ну, то есть я когда-то сильно давно ходила в художку, но без особых каких-то результатов, а тут нас прям поперло. Давайте, наверное, прервемся. Следующее продолжение этого удивительной истории смотрите в следующей части нашего видеоблога. Всем пока, если понравилось, поставьте лайк, пишите вопросы в комментариях. До новых встреч! Пока! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова